Пребывающая в послушании чуждость-сребролюбие, Ибо когда они и тело своё предали, То что ещё могут иметь как собственность? Вкусивший горнего, ни во что меняет дольнее, Не вкусивший же первого услаждается стяжанием последнего. О, монахи! Не будем маловернее птиц, Которые не пекутся и не собирают. Велик благочестно отрекшийся от всякого имущества, Но кто отвергается от своей воли, тот свят. Первый историцы примет или имуществами, или дарованиями, А второй жизнь вечную наследует. Моря не оставят волны, А сребролюбство — гнев и печаль. Непоколебимая вера пресекает все попечения, И память о смерти научает отрекаться и от тела. В ней не было и свяда сребролюбия, Потому, потому-то он, и с его лишившись, Прибыл без смущения. Корень всех зол есть, Именуется сребролюбие, Потому что оно производит ненависть, Воровство, зависть, разлучение, Вражды, смятение, память о злобе, Жестокосердие, убийство. Вера и странничество есть смерть сребролюбия, Милосердие же и любовь не щадят и самого тела. Как имеющие на ногах оковы не могут удобно ходить, Так и те, которые собирают деньги, Не могут зайти на небо. Если крайняя степень серебролюбия Есть то, когда человек не может Перестать собирать богатство, Или не насыщается им, То высота нестяжания состоит в том, Чтобы не щадить и тело своего. Оставим попечение, Ибо мы записали число свободных от попечений. Нам ничем нельзя извинить себя, Если не исполним этого. Вспомним одно, Что тем, которые приняли Господа Через возрождение святым крещением, Дал он власть называться и быть чадами Божьими. Почему им говорится Упразднитесь и уразумейте, Ибо я Бог. Великий стыд нам, Оставившимся после звания, Которым Господь, а не человек, Позвал нас заботиться о чем-либо, Что не может принести нам пользы Во время великой нашей нужды, То есть во время исхода души. Это-то значит, как сказал Господь, Обратиться вспять, И не быть управлено в царствие небесное. Бесцеребролюбие борется с нестяжательными, И когда не может их одолеть, Тогда представляет им нищих. И под видом милосердия увещевает их, Чтобы они из невещественных Опять делались вещественными. Как променивающее золото на глину Делают себе большой убыток, Так и те, которые для приобретения Телесных выгод объявляют и разглашают О своих духовных успехах, Получают один убыток. Г. Борьба с гневом. Гнев есть припоминание сокровенной ненависти, То есть памятозлобия. Гнев есть желание сделать зло огорчившему. Спыльчивость, остро-желчие. Есть мгновенное возгорение сердца. Огорчение есть неприятное, Досадное чувство, заседшее в душе. Ярость есть неизвращение, Благонастроение и осрамление души. Некоторые, будучи склонны К раздражительности и гневу, Не обращают на то внимания И не пекутся об уврачевании этой страсти, Не помышляя о том, что сказал премудрый. Устремление ярости его, падение ему. Стирахов 1.22 Гнев, подобно быстрому движению жорного, В одно мгновение может истереть И уничтожить душевные пшеницы и плода Больше, нежели что другое в целый день. А этому тщательно надежит внимать себе. Он, как пламя, раздуваемое сильным ветром, Скорее, нежели медленный огонь попаляет И губит душевную ниву. Без гневи есть ненасытное желание бесчести, Как в тщеславных есть непомерное желание похвал. Без гневи есть победа над естеством, Приобретаемая трудами и потами, При нечувствительности к оскорблениям. 5. Кротость есть неподвижное устроение души, Прибывающее одинаковым при бесчестиях и похвалах. Начало без гневи есть молчание уст при возмущении сердца. Середина – молчание помыслов при тонком смущении души. А конец – незыблемая тишина при дыхании ветров нечистых. Как вода, непрерывно возлимаемой на огонь, Угошает его совершенно, Так и слезы истинного плача Обыкновенно угошают всякий пламень гнева и серчания. Как с появлением света удаляется тьма, Так от благоухания смирения И исчезает всякое огорчение и гнев. Ничто так не есть неуместно для кающихся, Как раздражительный гнев. Потому что обращение к Богу требует великого смирения, А раздражительность есть знак высокого о себе мнения. 10. Если предел крайней кротости есть И в присутствии раздражающего, Мирно и любовно в сердце Быть к нему расположенным, То без сомнения предел крайней гневливости Есть, когда, кто, находясь один сам с тобою, Свирепый ведет брани борьбу С оскорбившим его, Показывая это словами и телодвижениями. 11. Если Дух Святой есть мир души, А гнев есть смесение сердца, То ничто не полагает такой преграды Пребывания его в нас, Как раздражительный гнев. 12. Молчание уст – Начальное орудие против гнева, Но можно под покровом молчания Скрывать памят о злобе. 13. И это хуже, Лучше уже высказаться, Хоть и в гневе. Иной в гневе не принимает пищи, 14. И тем более углубляет страсть эту, А иной многое, 15. И от этого приходит в бешенство. 15. Умеренное живое утешение Нередко подавало помощь К утолению ярости. 16. Потому борьба с этой страстью Требует большой осмотрительности. 17. И ей, как змею плоской похоти, Содействует естество. 17. Иногда умеренное сладкопение Успешно разгоняет раздражение. 18. А иногда, будучи безмерной, И неблаговременно оно содействует Свостолюбию. 18. Почему? Этим пособием надо пользоваться, Разумно устанавливая для него И меру, и время. 19. И гневливым полезнее жить в братстве, А походливым лучше проходить Безмолвное житие, Как врачество против блуда И смрадной нечистоты. 20. Страждущим же той и другой болезни Надо отдать себя в руки отца руководителя, Чтобы он иногда держал их в безмолвии, А иногда выводил в подвиги Общежительного послушания. 20. Большой вред возмущать Око сердца раздражением, По слову сказавшего, «Смятейся от ярости, Око его мое!» 21. Но еще большими словами Изъявлять душевное волнение гнева. 21. Пускай же в дело при этом и руки Совсем противно и чуждо Житию монашескому, ангельскому и божественному. 22. Присмотримся и увидим, Что многие из дневливых усердно держат Бдение, пост, безмолвие, И враг не мешает им в этом, Ибо он умеет и под подвигами Покаяния и плача Уготовлять материалы к питанию И возвращении этой страсти. 22. Начало блаженного незлобия Терпеливо переносить бесчестие, Несмотря на горечь и боль души. 23. Средина держать во время их сердца Бескорбным и беспечальным. 24. Совершенство же, если оно бывает, Вменять их себе в похвалу. 25. Иное дело без гневия в новоначальных, Происходящее от покаянного плача, А иное неподвижность на гнев, Бывающая в совершенных. 26. Во-первых, гнев связан с слезами, Как некой уздою, А в последних этот змей Умерщлен мечом бесстрастия. 27. Видел я троих вместе, Потертевших бесчестие монахов. Один из них почувствовал оскорбление, Но смолчал. Другой порадовался за себя, Но опечалился за поносившего. Третий же, напечатлевший в уме Вред ближнего, Горячее пролил о нем слезы. 28. Тут видны делатели страхом, Зо воздаяния и любви. 20. Памят о злобе Есть последний предел гнева, Хранение в памяти грехов Против нас ближнего, Отвращение от образа оправдания, Богом определенного, Прости и прощено будет. 21. Сгубление всех прежних добродетелей, Яд душегубный, Грызущий сердце, Червь, Сыт, молице, Так скажешь, Остави, якожи и мы. 22. Вонзенный в душу гвоздь, Непрестанный грех, Неусыпное беззаконие, Ежечасное зло. 23. Укротивший гнев Пресек зарождение И памят о злобе, Ибо чадородий бывает Только от живого отца. 24. Стижавший любовь Стал чувств вражды, А держащий вражду Множит в себе Незнающие покоя труды. 25. Памят о злобстве Памят о злобстве на демонов, И враждой, враждой на тело свое всегда. 26. Плоть, Друг неблагодарный и коварный, Когда угождает ей, она еще более вредит. 27. Злопамятство – кривой толковник Писания, Иносказательно обращающий словеса духа в угоду себе. 28. Но да посрамит его данная нам Господом Иисусом молитва, Которой не можем мы произносить, Имея злопамятство в сердце. 29. Если много потрудившись над собой, Невозможешь ты исторнуть этот Остин из сердца своего. 29. Поди смирись покаянно перед тем, на кого его враждуешь. 30. Хоть на словах. 30. И устыдись долгого своего перед ним лицемерия. 31. Восприимешь его в любовь свою. 31. Уязвляем, будучи совестью, за то, как огнем. 32. Не тогда признавай себя избавившимся от этой язвы, Когда помолишься об оскорбившем, Или воздашь ему дарами, Или пригласишь его на трапезу. 32. Но, когда услышишь, что он подвергся какому-либо душевному или телесному злоключению, 33. Возболезнуешь и восплачешь о нем, как о себе самом. 34. Память страданий Господа Иисуса уврачует память о злобе, Сильно постыженной его незлобием. 35. Некоторые для получения прощения предают себя на труды и поты, Но незлопамятные опереживают их. 35. Ибо истинное слово, если скоро отпустите, и вам щедро отпустится. 36. Непамятование зла есть знак истинного покаяния, А кто, помня зло, думает, что проходит покаяние, Тот похож на человека, во сне представляющего себя бегущим. 36. Видел я злопамятных, которые другим злопамятным, подавая совет не быть злопамятными, Устыдились собственными своих слов и отстали от этой смерти. 37. От ненависти и памят о злобе рождается злословие, тонкий недуг, 38. Вкрытая пьявица, высасывающая кровь любви, Иной прикрывает злословие любовью, желанием исправить. 39. Но если ты любишь ближнего, то не обхаивай его, а молись о нем. 40. Какой только образ, такое действование приятен Господу. 40. Кто хочет избавиться от духа осуждения, тот пусть обращает укор не на падающего, а на падущающего беса. 41. Ибо никто не желает грешить против Бога, хотя всякий свободен от насилования, то есть грешит сам. 41. Один из самых кратких путей к получению прощения грехов состоит в том, чтобы никого не осуждать, ибо сказано, несудимы, да несудимы будете. 42. Как огонь противен воде, так кающемуся не свойственно судить других. 43. Если б ты увидел кого-нибудь согрешающим, даже при исходе души и спела, и тогда не осуждая его, ибо суд Божий сокрыт от людей. 44. Иные явно падали великим падением, тайно же совершали еще большие добрые дела. 45. И любители пересудов впали в ошибку, видя дым и не усматривая за ним солнца. 45. Опытом дознано, что за какие грехи телесные или душевные осудим ближнего, все сами впадем. 46. Скоро и строгие истязатели при грешении ближнего, потому это и в страсти негодуют, что не имеют совершенной и постоянной памяти и печали о своих собственных согрешениях. 47. Ибо если кто без покрывала самолюбия верно взглянет на свои злые дела, то не будет уже заботиться ни о чем другом, кроме их, справедливо рассуждая, что и на оплакивании себя самого не достанет ему времени всей своей жизни, хотя бы прожил сто лет и хотя бы видел из очей своих изливающимся целый иордан. 47. Бесы, убийцы душ побуждают нас или согрешить, или, если не грешим, осуждать грешащих, чтобы через то осквернить нас и негрешащих. 48. Зная, что в духе неприязни порицать с удовольствием мучения дела и добродетели ближнего, есть признак людей злопамятных и завистливых. 49. И видел я людей, тайно совершающих тяжкие прегрешения, только не оглашающиеся, которые в мнении о своей чистоте безжалостно нападали на впадающих в грехи, хотя легкие, но огласившиеся. 50. Судить есть бесстыдное похищение сана Божия, а осуждать есть погубление души своей. 51. Как возношение и без всякой другой страсти может погубить человека, так и осуждение само по себе одно может нас совершенно погубить. 52. Так фарисей тот же за это осужден был. 53. Встретили друг с другом гневливый лицемер, и в беседе их невозможно было найти ни одного слова правды. 54. Взглянув в сердце первого, найдешь неистовство, а рассмотрев душу второго, увидишь лукавство. 55. Как ветры взволновают бездну, так ярость больше всех страстей возмущает ум. 55. Истовить этой страсти. 56. Скажи нам безумная и постыдная страсть, как зовется породивший тебя отец, и как имя зле родившей тебя матери, так же какие имена скверных своих сынов и дочерей. 56. И не это одно, но и то, кто суть борющаяся с тобой, и кто убивающая тебя. 57. Матерей у меня много, и отец не один. 57. Матери мои суть, тщеславие, сребролюбие, сребоугодие, а иногда и блуд. 58. Отец же мой, главное, гордость. 58. Дочери мои суть, памят о злобе, ненависть, вражда, самооправдание. 59. Соперники мои суть, противоположные дочерям, моим добродетели, безгневие и кротость. 60. Наветница же моя смиренно мудрее. 61. Д. Борьба с печалью. 61. Кто возненавидел мир, тот избежал печали. 62. Если же кто имеет пристрастие к чему-либо видимому, то еще не избавился от нее. 63. Ибо как не опечалиться, лишившись любимой вещи? 63. Хотя во всем нужно нам иметь трезвение, но более всего должно нам в этом отношении наиболее быть благоразумно внимательными. 64. Когда настоятель искушает нас полезным бесчестием, досадами и выговорами, 64. Тогда представим себе страшное изречение всемирного судьи, и всеваемое в нас безрассудную печаль и горесть. 65. Без сомнения посечем кротостью и терпением, как обоюдоострым мечом. 66. Если мы пали, то прежде всего против духа печали да ополчимся. 67. Ибо он, представив во время молитвы нашей и, воспоминая нам прежние наши дерзновения к Богу, хочет отторгнуть нас от молитвы. 67. Любление и бесчестие есть исцеление раздражительности. 68. Солмопение же, милосердие и нестяжательность – суть убийцы печали. 69. Как слишком большое количество дров подавляет и угошает пламени, производит множество дыма, 70. Так и чрезмерная печаль делает душу как бы дымной и темной, и воду слез иссушает. 69. Тесный путь обозначается бесчестием, укоризнами, осмеянием, ругательствами, тяготою и досад. 70. И он, спасительность любуешь, обижаемый – терпеть мужественно, оклеветаемый – не негодовать, унижаемый – не гневаться, осуждаемый – смиряться, блаженноходящие стезями этого пути, ибо тех есть Царство Небесное. 71. Добровольное терпение всего скорбного есть настоящий спасительный путь покаяния. 72. Почитать себя достойным не только претерпеваемых, уже видимых и невидимых скорбей, но еще и больших – есть признак деятельного покаяния. 73. Как вода стесняемая поднимается вверх, так и душа, угнетенная бедами, востекает в покаянии к Богу и спасается. 73. Некая авакира в обители всякий день обижали, а служители едва не каждый день выгоняли его из трапезы, так что он часто оставался без еды. 74. И я, цитуян лестничник, спросил его, как он на это смотрит. 75. Он ответил, поверь, очи, эти отцы мои искушают меня, точно ли я монах? 75. И как они делают это не вправду, то и я, зная намерение их, благодушно терплю это и не скучаю. 76. При смерти же через два года он сказал, благодарю вас, братья, и ради того, чтобы вы искушали меня на спасение мое. 76. Я 17 лет был свободен от искушений бесовских. 77. Другому некоему Македонию, старому, уже по справедливому поводу, наказание было определено быть всегда среди новоначальных. 77. Но когда кончился срок, он сам упросил оставить его под этой унизительной эпитемией, будто тяжко согрешившего. 78. Потом он исповедал святому лестничнику, никогда не видал я такого облегчения во всякой внутренней брани. 79. И никогда так, как теперь, не чувствовал в себе сладости божественного света. 79. Будучи выизвляемыми обличениями, будем воспоминать грехи свои, пока Господь, видя нашу нужду и насилие, какое мы сами себе делаем, 80. Благоволит и сгладит грехи наши и скорби, угрызающие наше сердце, 80. Притворит в радость, как говорит о том салмопевец, 80. По множеству болезней моих, сердце моем, утешение Твои, возвеселили душу мою. 81. Блажен, кто, будучи ежедневно укоряем и уничижаем Бога ради, понуждает себя к терпению. 81. Он будет ликовать с мучениками и дерзновенно беседовать с ангелами. 81. Кто отвергает от себя праведное или неправедное обличение, тот отвергается своего спасения. 81. А кто принимает то со скорби или без скорби, тот скоро получит прощение согрешений. 82. Сын мой, если ты сначала придашь себя терпению и бесчестие, то немного будешь трудиться для приобретения блаженного покоя душевного. 83. Как небольшой огонь смягчает много воска, так и малое бесчестие нередко вдруг смягчает сердце, 84. Услаждает его и истребляет всякую свирепость его, все бесчувствие и ожесточение. 84. Досады, унижения и все подобные случаи в душе послушника уподобляются полынной горечи, а похвалы, честь и одобрение меду. 85. Но полынь очищает всякую внутреннюю нечистоту, а мед обыкновенно умножает желчь. 85. Е. Борьба с духом уныния. 86. Уныние есть расслабление души, небрежение о подвигах, отвращение от обета. 86. У блажительницы мирян клеветница на Бога. 87. Как бы ни милосердного и бесчеловечного. 87. В псалмопении оно нестроено, в молитве немощно, в телесном же служении крепко, как железо. 87. В рукоделии не леносно, на послушание, скоро и охоче. 88. Муж, состоящий в послушливом подчинении, не знает уныния и посредством чувственного преуспевает в духовном. 89. Общежитие враг уныния, а мужу безмолвнику оно всегдашний сожитель. 90. Прежде смерти не отступит оно от него и до кончины его не перестанет бороть его. 91. Увидев келью отшельника, оно улыбается, а приближаясь вселяется близ него. 91. Врач посещает больных утром, а уныние подвижников около полудня. 92. Уныние подущает к странно приимству и докучает внушениями творить милостыню от рукоделия. 93. Усердно тянет посещать больных, приводя на память сказавшего боленство, 94. И пришли ко мне неотступно твердить, сходи к скорбящим и малодушествующим, 95. И, будучи самым малодушным, советует утешать малодушных. 95. Ставшим на молитву напоминает оно о необходимо-нужных делах 96. И всячески ухищряется отвлечь нас от нее какой-либо благослонностью, как уздою бессловесное. 96. Каждый из прочих страстей упраздняется одной и какой-либо добродетелью. 96. Уныние же для инока всеобъемлющая смерть. Из всех восьми предводителей зла дух уныния есть самый тягчайший. 97. Когда нет псалмопиения, уныние не является. И по окончанию правил, на коем берет дремота, глаза бодро раскрываются. 97. Во время нападков уныния обнаруживаются нудители естества. И ничто столько не доставляет венцов внимательному иноку, как уныние. 98. Плачущий о себе не знает уныния. Монах, любящий деньги, не знает уныния. Он ежечасно воспоминает слова апостола. 99. Празднует, да не ест. И другое. Руки мои эти послужили мне и сущим со мною. 99. Уныние происходит иногда от вкушения удовольствия чувственных, а иногда от бесстрашия пред Богом. 99. Прилежная молитва – пагуба уныния. Память же о последнем суде рождает усердие к действованию по Богу. 99. Благая надежда есть меч, которым инок побеждает и заколает уныние. 99. Исповедь уныния. Скажи нам, страсть нерадивая и расслабленная, кто есть зле, родивший тебя? 99. Какие твои исчадия? Кто суть воюющая против тебя и кто убийца твой? 99. Ответ. Родительница у меня многие. Иногда бесчувствие души, иногда забвение небесных благ, а иногда и чрезмерность трудов. 99. Исчадия мои со мной пребывающие перемены, местопребывание, пренебрежение заповеди Отца Духовного, непамятование о последнем суде, а иногда и оставление монашеского обета. 99. Противники мои, которые вяжут меня, суть в совмопение с рукоделием. 99. Враг мой есть помышление о смерти. Умерщвляет же меня молитва с твердой надеждой сподобиться вечных благ. 100. Ж. Борьба с тщеславием. В тщеславии есть расточение трудов, потеря потов, похититель душевного сокровища, муравей на гумне жизни, который, хотя мало, однако всегда готов похищать труды и плоды наших подвигов. 100. Тщеславие ко всему льнет. Тщеславлюсь, когда пощусь, но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. 100. Побеждаюсь тщеславием, одевшись в хорошей одежды, но и в худые одеваюсь, так же тщеславлюсь. Стану говорить, побеждаюсь тщеславием. 100. Замолчу. Опять ним же побежден бываю. 100. Как ни брось этот трезубец, все он станет вверх острием. 100. Тщеславный человек есть идолослужитель. Он думает, что почитает Бога, но в самом деле угождает не Богу, а людям. 100. Всякий человек, который любит себя выказывать, тщеславен. 100. Пост тщеславного остается без награды, и молитва его бесплодна, ибо он то и другое делает для похвалы человеческой. 100. Тщеславный подвижник сам себе делает двойную обиду, потому что тело свое изнуряет, а награды не получает. 100. Господь часто скрывает от очей наших те добродетели, которые мы приобрели. 100. А человек, хвалящий нас или, выше сказать, льстящий нам, похвалою отверзает нам мочи. 100. И как скоро отверзутся они, богатство добродетелей исчезает, с глаз съедаемо бывает. 100. Пес есть слуга бесов, руководитель гордости, истребитель умиления, губитель добродетелей, отводитель от истинного пути. 100. Блажащие вас, льстят вам, и стопы ног ваших возмущает, говорит пророк Исаия 3.12. 100. Видел я плачущих, которые, будучи похвалены, за похвалу воспылали гневом, и как-то случается в торговле, променяли одну страсть на другую. 100. Когда ближний или друг укорит тебя в отсутствии или присутствии в твоем, тогда покажи любовь, похвали его. 100. Великая любовь. 100. Более дело отвергнуть от души похвалу человеческую, но больше отвратить от себя похвалу бесовскую. 100. Не тот, показывает смиренно мудре, кто охуждает сам себя, ибо кто стерпит поношение от себя самого. 100. Но тот, кто, будучи укорен другим человеком, не уменьшает к нему любви. 100. Когда бес тщеславия видит, что подвижник приобрел, хотя малое умерение сердца, тот сейчас побуждает его идти в мир, говоря, иди на спасение погибающих душ. 100. Тщеславие побуждает легкомысленных припосторонних обвлекаться в смирение и в поступках своих в лице и голосе показывать благоговение. 100. За трапезой оно заставляет заметно воздерживаться, но в совмопении ленивых делает ревностными и безголосых доброгласными. 100. Тщеславие предпочитаемых делает гордыми, и в презираемых посевает памятозлобие. 15. Тщеславие весьма удобно прививается к естественным дарованиям и через них нередко низвергает пагубу несчастных рабов своих. 16. Однажды видел я, как бес тщеславия прогнал брата своего, беса ярости. 17. Один брат растерлился на другого, но пришли миряне, и он вдруг стих, препродав себя тщеславию, ибо не мог за раз работать обоим этим господам. 18. Кто сделался рабом тщеславия, тот ведет двойную жизнь, одну по наружности, а другую по образу мысли и чувств, одну наедине с собой, а другую на людях. 18. Прискусивший небесную славу, естественно, презирает всякую земную славу. 19. И я поделился бы, если б кто, а не вкусив первой, совершенно презирал последнюю. 20. Видел я, как иные начинали духовное делание под тщеславию, но потом переменим намерение в делании, предосудительно начало увенчали похвальным концом. 20. Кто возносится естественными дарованиями, как то остроумием. 21. Понятливостью, искусством чтения и произношения, быстротой ума и другими подобными способностями, без труда нами получаемыми. 21. Тот никогда не получит выше естественных благ, ибо неверным малым и во многом неверен будет по своему тщеславию. 22. Кто просит у Бога даров за труды, тот на опасном основании утверждается. 23. А кто, напротив, смотрит на себя, как на всегдашнего должника перед Богом, тот сверхчаяния своего вдруг увидит себя обогащенным небесным богатством. 24. Не слушай деятеля этого, когда он научает себя объявлять свои добродетели на пользу слышащих. 25. Какая польза человеку, если он весь мир будет пользовать, а душе своей повредит? 26. Ничто не приносит столько пользы ближним, как смиренный непритворный нрав и такое же слово. 27. Таким образом, мы и других будем побуждать, чтобы они не возносились. 28. А что иное может быть полезнее этого? 29. Похвалы возвышают и надбивают душу. 30. Когда же душа вознесется, тогда объемлет ее гордость. 31. Возводит до небес и низводит до бездны. 31. Скверное тщеславие научает нас принимать образ добродетелей, которого нет у нас, приводя к обольщению нас слова Спасителя. 32. Так да просветится свет ваш перед человеками, чтобы они видели ваши добрые дела. 25. Не скрывай стыда своего стою мыслью, чтобы не подавать близнему поводу к преткновению. Хотя, может быть, и не во всяком случае полезно будет употреблять сей пластырь, но смотри по особенным свойствам грехов. 32. Когда хвалители наш или, лучше сказать, эльстисы начнут хвалить нас, тогда поспешим вспомнить множество грехов наших и суд Божий, несходный с человеческим, и увидим, что мы недостойны того, что говорят или делают в честь нам. 27. 27. 28. 30. 31. Продолжение следует...